Здравствуйте подписчики и гости моего канала. Сегодня я расскажу о том, насколько выгодно ли выращивать виноград как бизнес. Расскажу о своем опыте и о опыте знакомого человека, который выращивал в больших масштабах у него виноградник. В общем расскажу о том, как его реализовывать виноград, какие есть подводные камни при выращивании виноградника. Изначально, когда я начинал выращивать виноград, мне казалось, что это очень выгодное дело. В принципе, виноград это такая культура, которая можно не только плоды получать, но можно и продавать черенки, можно из черенков делать саженцы продавать, а также можно делать различные соки из винограда, делать вино, из шкурок делать чачу, ну и так далее. То есть, в принципе, безотходное производство. Кто-то из виноградных листьев делает долму, кто-то использует косточку виноградную, делает масло и так далее. В принципе, практически безотходное производство виноград. Поэтому начал выращивать, посадил порядка 40 сортов у меня было. Изначально где-то 20 сначала сортов посадил, чуть попозже, потом добавил, 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 около 40 сортов у меня было винограда. Часть из них, около 20 сортов было, ну не 20, наверное, сортов 16 у меня было технических. Приобрел еще дополнительный участок, куда посадил именно технические сорта. Шесть с половиной соток земли было, там порядка 100, 120 где-то, ну плюс-минус там кустов винограда было посажено. В общем, рассказываю свой опыт, чтобы, если вы вдруг надумаете высаживать виноградник, заниматься бизнесом, чтобы не тратили на это сильно большого времени. Во-первых, какие могут быть нюансы. Год от года виноградник, то бывают возвратные заморозки, виноградник вымерзает. У кого-то бывает ситуация такая, что, допустим, не возвратные заморозки, а, допустим, виноград начинает цвести, идут дожди. Недели, 10 дней во время цветения винограда идут дожди. И, соответственно, виноград не завязывается, то есть рыхлые грозди, товарный вид падает. У меня такое уже вот второй год, сейчас опять идут дожди, виноград цветет. Ну, которые рано зацвели, сорта, на тех навязались грозди. На некоторых просто полупустые грозди висят, дождь идет на улице. Сейчас покажу, как, вот видите, вот на улице идет дождь, уже вот сколько дней. И во время дождя, соответственно, ничего хорошего виноград не завязывает. Также были годы у меня, когда виноград вроде бы отцвел, вроде и возвратных заморозков не было. Все, нормировку сделал, все обрабатывал, все четко, все аккуратненько, все растет. Грозди виноградов начинают созревать и идет дождь. Две недели идет подряд дождь. Ну, соответственно, грозди все лопаются и остается их только добавлять сахар туда и перегонять, самогонку делать. Все, других вариантов уже нет, товарного вида виноград не имеет. Хотя уже были клиенты, которые готовы были по 100 килограмм у меня покупать оттовики. Это следующий момент. Да, было несколько лет нормальных, когда я получал порядка тонны винограда со своего виноградника. В среднем куст, взрослый куст винограда должен давать столовый, должен давать 20 килограмм винограда. То есть надо стремиться к этому, чтобы минимум 20 килограмм винограда у вас куст винограда давал. Если куст 20 килограмм винограда вам не дает, то значит куст вы либо не догрузили, либо различные. В общем, нужно стремиться к тому, чтобы куст давал столовый виноград, давал 20 килограмм. Не 50, не 70, то есть нужно делать обломки, убирать лишние грозь. То есть одна грозь на побег, соответственно это будет у вас товарный вид и так далее. В общем, те годы, когда я получал порядка тонны винограда со своего виноградника, где-то 50 кустов у меня росло только, ну 53 может, ну 50 кустов в среднем берем, росло у меня на моем винограднике, там где я проживаю. Ну около тонны, я так прикинул, если куст дает около 20 килограмм с куста, ну около тонны я получил. Приблизительно оптовая цена была 150 рублей. И если бы я весь виноград сдал по 150 рублей, то заработал бы я 150 тысяч всего-навсего. Если вот с тонны 150 тысяч бы я заработал. Да, пускай где-то по черенкам я ищу где-то что-то, отправка черенков, еще что-то. Ну пускай десятка с черенков. Больше нет. Потом саженцев, ну пускай саженцев десятка, это максималка. Ну вот 20 тысяч, еще плюсом к 150, 170 тысяч. Это если бы я сам не кушал виноград, ни я, ни моя семья, не делал бы из него ни самогонку, ничего. То есть вот приблизительно получилось бы где-то так. Я прикинул, думаю, ну практически год занимаешься этим виноградом, заморачиваешься, чтобы заработать 150 тысяч. Ну с этого винограда еще заморачиваться надо, ящики где-то искать, подготавливать, договариваться находить оптовиков, чтобы за 150 купили, не за 100 рублей, а за 150. Если, конечно, вы сами торгуете на рынке, если у вас точка, есть на это время, то можете, в принципе, этот виноград продать по 200-250 рублей. В принципе. Я этот виноград возил в Анапу. И из Краснодара возил в Анапу, ну с новой Адыгей, скажем так, и продавал его в Анапе оптом. То есть там сестра через группы отправляла, кому нужны, она в разных группах состоит. Ну люди писали список, я приезжал, они сразу приезжали, забирали этот виноград. То есть, поскольку оптовики, они не оптовики, просто по 150 рублей приходили, кому-то там 5 килограмм надо, кому-то 10, кому-то 3 килограмма. И в общем, потихоньку вот так за вечер у меня виноград расходился. Но прикинул я бизнес так себе. Если бы, конечно, он каждый год хотя бы так приносил, еще куда-нибудь шло, можно было бы заморачиваться. Но год от года бывает разный. То приходят возвратные заморозки, обмерзает виноград, то второе, то третье, то четвертое, как я вам и рассказал. Поэтому как-то так. Есть у меня знакомый, который, по-моему, или Славинск, или где-то в том районе. У него виноградники. И он, ну сколько гектаров, у него, по-моему, 2 гектара, что ли, или 3 гектара. Ну, не знаю, врать не буду, не помню, сколько у него. Ну, большая территория виноградники. В общем, высажены виноградники. И он работает там всей своей, всей семьей. То есть обработки делают, обломки, обрезки, то есть дочку привлекает, ну и так далее. То есть практически всей семьей они занимаются на этом винограднике. Это их основной доход. Ну, спросил я у них, сколько приблизительно доход у них вот с виноградника получается чистыми. Ну, где-то 500-600 тысяч. Полмиллиона денег всего получается доход. Человек занимается практически год этим виноградом. Ну, понятно, не совсем год, но где-то, допустим, идет сезон обрезок. Он делает обрезки. Где-то идет сезон обломок. Делает обломки, обработки. Ну, какое-то время он тратит, однозначно. И, соответственно, когда вот идет сбор урожая, реализация и так далее. Охрану там, соответственно, надо охранять, чтобы там никто не вытащил этот ваш виноград и так далее. Защита от птиц и так далее. Потому что птицы тоже еще те паразиты, которые портят грозди. То есть товарный вид гроздей портят. И куча еще различных болезней, которые цикадка та же сейчас появилась, которая вокруг грозди просто убирает, кольцом обгрызает и гроздь увядает. Или вокруг побега делает кольцо, побег вместе с гроздью начинает вянуть. То есть такая ситуация тоже есть. О цикадке, вот сколько я не боролся с ней, чем бы только не обрабатывал, цикадка, по-моему, она не вздыхает ни от чего. И ни от актары, ни от чего. Такое насекомое, что не знаю. В общем, как-то так. Но самое страшное, это когда вот идут дожди, порядка двух недель подряд идут дожди. Вот в прошлом году у меня весь виноград, практически весь, ну весь может нет, но 50% винограда просто болело антрокнозом. Я мучился, лечил его, кое-как я его залечил, этот виноград. В этом году антрокноза нет ни на одном винограде, ни на одном пустене, залечил, все, опять сейчас пошли дожди. Виноград цветет. В этом году был также ветер сильнейший, пообломал все побеги. Не все, но много побегов. Благо у меня он был подвязанный. То есть вот такая ситуация. То есть он подвязан, но верхушки все пообломало. То есть из пасынков буду сейчас выращивать новые верхушки и так далее, и гнать вверх на некоторых кустах, некоторые целые. Вот такая вот ситуация. То град пошел, вот был, по-моему, в прошлом году пошел сильнейший град. Побил виноград, оставил на лозах молодых, на листве, листву просто в щепки просто разбил. Оставил раны, через эти раны попал грибок антракноз. И, соответственно, большую часть кустов завалила антракнозом. Ну, антракноз это такая болячка, что очень тяжело с ней справиться. Проще профилактические обработки сделать, чем лечить антракноз. То есть, ну вот как-то так. Заниматься виноградом или не заниматься, вот решать вам самим. Вообще, дело очень интересное. Виноградарство это очень крутое дело. Я никого не отговариваю от занятия виноградарством. Это классное дело. Это... Ну, на самом деле, просто. Это такое дело, что тот, кто занимается виноградарством, тот меня поймет. Я до сих пор занимаюсь. Да, много. Тот участок я продал, который... На котором я сажал винные сорта винограда. Там у меня хорошие сорта были. Инкрочио Монзони, потом Цвайгельд. В общем, куча-куча сортов. Европейских сортов было. Каберне Савиньон, Савиньон Блан. В общем, много сортов было технических именно. Лион Мию. Ну и так далее. Огромное количество сортов. Сейчас все перечислять не буду. Ну, такие европейские сорта хорошие. Шардоне было. Ну и так далее. Красностоп Золотовский. Красностоп Азос. Ну и так далее. В общем, сейчас все не буду перечислять. Но участок пришлось продать. Потому что шли дожди. Просто виноград весь там замокал. То есть участок по-хорошему нужно было поднимать. Засыпать черноземом. Это бывшие рисовые чеки были. Ну, продали их как... Участки как по ДЖС. Ну, в общем, сделал я посадки. Сделал ямы. Эти ямы заполнил. Покупную хорошую землю привез. В брикетах, в больших вот это. На основе торфа. Засыпал туда. Ну, суть такая, что земля как глинистая такая там. И за счет того, что пропускаемость земли слабая. За счет того, что глинистая. То есть получается как глиняный замок. И эти ямы мои, которые я сделал с новой землей, они заполнялись водой. Участок. На участке вода стояла, соответственно, заполнялась водой. После сильнейших дождей. Две недели подряд, представьте, шли дожди. Ну, естественно, там все повымокало. Ну, ничего хорошего из этого не было. Вот. В общем, решил не заниматься там этим виноградом. В общем, участок продал вместе с этим виноградом. Как есть. И это первый момент. Второй момент. Начала расти трава. Несколько раз. То есть идут дожди. Соответственно, идет рост травы. Эту траву приходилось приезжать косить. Ну, скажем так, раз в две недели и приезжал косил эту траву. Целый день времени я тратил на покос травы. Шести с половиной соток земли. Кучу, в общем, и спина болела. И все такое. Поэтому, ну, так себе затея, если честно. Физические затраты очень большие, скажем так. А выхлоп, ну, постольку, поскольку. Скажем так, даже занимаясь отделкой, ремонтами квартир, заработок можно заработать в месяц. Больше, чем зарабатываешь за год на этом винограде. Поэтому, ну, постольку, поскольку. Если, конечно, вы взялете где-то в деревенской области или где-то там, где нет возможности другой. Либо это для вас дополнительный заработок. Да, имеет смысл заниматься. Черенки имеет смысл отправлять по почте и так далее. Многие задают вопрос, почему вы не отправляете саженцы по почте. Несколько раз по почте я отправлял саженцы винограда. Приходят они в разбитом, разломанном состоянии. Единственное саженцы винограда, которые можно отправлять по почте, это когда они находятся в спящем состоянии. Вегетирующие саженцы приходят сломанные. Однозначно. До двух недель могут идти. 15 дней, 10 дней по почте. Ну, соответственно, представьте, куда летом отправлять саженцы. Тут тоже, ну, толку нет. Только плохие отзывы получаешь от людей. Хотя изначально отправляешь фотографию, предупреждаешь, что саженец может прийти в мертвом состоянии, что ты его упакуешь, все как положено. Но не от тебя это все зависит. В общем, как-то так. Черенки по почте без проблем можно отправлять. Начиная вот с осени и заканчивая там, чуть ли не февралем месяцем, мартом месяцем, можно отправлять эти черенки. То есть, ну, вот как-то так. Если вот по, как бизнес рассматривать. Сейчас у меня осталось на участке, сейчас скажу, где-то 12-13, 14 кустов столового винограда осталось. И технического винограда я сейчас посадил раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь кустов технического винограда. Восемь, ну, около десяти еще мерлой оттуда где-то что-то досажу. Мерлой еще растет, я его оттуда буду удалять, переносить в другое место. Ну, то есть, где-то в среднем считаем 12-13 кустов у меня столового винограда и где-то 10 кустов технического винограда. Ну, в общем, как-то так. Для себя мне этого достаточно. То есть, огромным количеством сейчас делать не буду. До этого у меня была бочка 30-литровая и дубовая. Я стремился, ну, по полной заполнить эту бочку самогоном. Соответственно, приходилось делать двойную перегонку, все как положено, убирать головы, хвосты. То есть, и чистое тело вынужден был заливать в 30-литровую бочку, чтобы ее заполнить. Пол бочки, естественно, ну, не нальешь, потому что, ну, это не дело. Бочка там где-то рассыхается, где-то что-то. Вот, поэтому надо было залить полную бочку. И вот представьте, сколько времени мне приходилось тратить на то, чтобы сделать, ну, скажем так, порядка, наверное, 60-70 литров. Где-то 70 литров спирт-сорца я делал, 70 литров. После первой перегонки делал перегонку вторую. И после второй перегонки у меня где-то оставалось, ну, порядка, наверное, 25-ти, ну, может, 30 литров питьевого напитка, который я наливал уже в бочку. Соответственно, 30 литров никто не пьет. Я огромными количествами не употребляю. Если я в год, может быть, литр самогона выпиваю за целый год. Ну, это максимум. Поэтому эту бочку я продал. Сейчас приобрел бочку. Ну, видно, 5-ти литровая, наверное. Сейчас я вам покажу. Сейчас на улице дождь, поэтому я сейчас дома снимаю. Вот такая бочка. Вот. Сейчас, секунду. Прошу прощения. Вот. Вот такая бочка. Ее полностью заполнил прошлогодним самогоном. Чачей, скажем так, чистой. В общем, посмотрю. Посмотрю. Сниму отдельное видео именно по тому, какой напиток получился. Что еще хотелось сказать? Ну, вот, в принципе, по винограду все, что хотелось, я вот сказал. Это вот из моего личного опыта. Может, у кого-то кто-то зарабатывает больше. Может, у кого-то это... Ну, не знаю. Это, я вам говорю, я по 150 рублей, скажем так, даже не оптом сдавал. Это я в розницу сдавал. В то время, когда у всех есть виноград. Везде на рынках он продается. Самый такой разгар сезона. Многие делают теплицы специально под виноград. Да, в теплицах имеет смысл выращивать виноград. Потому что осадки на него не попадают. Либо козырек такой из поликарбоната. Осадки на виноград не попадают. Граб на виноград не попадает. Соответственно, виноград развивается без грибка, без меньше обработок и так далее. Многие делают укрытие винограда. То есть, ну, особенно на Кубани. Этого делать не нужно. Смотрят там кто-то, как в Белоруссии, как там на Украине кто-то это делает. Укрывает и так далее. У нас укрытие винограда не требуется. Я первые два года тоже делал укрытие. От этого получал огромное количество грибковых заболеваний. С которыми приходилось бороться в течение всего года. Поэтому лозу к земле не пригибаю, землей не засыпаю, тоннельные укрытия не делаю. То есть, осенью я делаю обрезку винограда. Лозы сразу располагаю горизонтально, так как они должны быть, чтобы весной начали расти. Располагаю на нижнюю проволоку и фиксирую. И на зиму делаю обработку железным куборосом. Все, больше я ничего не делаю. Весной, до распускания почек, я делаю медным куборосом, прохожу по лозе, по голой лозе. И все. И виноград у меня растет. То есть, не делаю ни укрытий, ничего. И заметил, что вот уже, не знаю, лет пять, наверное, я вообще не укрываю свой виноград. И проблем особых нет. Когда я виноград укрывал, все равно виноград попадает под возвратный замороз. Он не закаленный, он находится под укрытием. Вытаскиваем его на свежий воздух. Идут какие-то даже минимальные заморозки, где-то могут прийти возвратные. Даже минус один приходит. Виноград бьет очень сильно. Укрытый виноград, который был, почки повреждает. Тут до минус трех даже у меня было. Не укрытый виноград. Все побежки оставались целые. Листочки где-то что-то бывало било. Но в общем итоге я оставался с урожаем. Минус три. Минус шесть, конечно, не спасет это, если минус шесть будет. Но, слава богу, уже два, наверное, года, прошлый и этот год, возвратных заморозков у нас не было. Виноград прекрасно растет. Позапрошлым году были возвратные заморозки. Минус шесть было. Позапрошлый или позапозапрошлый год. Минус шесть было. Возвратный заморозок. Ну, побило очень сильно мне виноград. Но все равно я остался с урожаем. Все равно побежки были. Из замещающих почек вышло. Некоторые переживают. Говорят, вот, основная почка гибнет. Замещающих почек не выбивает, не будет. Да, есть сорта, которые из, скажем, замещающих почек выходят пустые побеги. А есть сорта, которые даже вот из ствола выходят. Новый побег, он бывает с гроздью. Поэтому, ну вот, в любом случае с каким-то виноградом вы будете. Да, не с таким количеством, которое хотелось бы. Но в любом случае восстановить пуст и сделать. Это именно для тех, у кого вымерз виноград. Потому что и по России, и где-то по Украине прошли сильные морозы, возвратные заморозки. То есть побило виноград. Минус пять, по-моему, было у них. У кого-то минус шесть даже было. И вот возвратными заморозками побило виноград. Где-то в Белоруссии тоже прошли возвратные заморозки. То есть, ну вот, не переживайте, выращивайте. Восстанавливайте ваши кусты. И если будете с виноградом, в любом случае, даже если в этом году не будете с виноградом, растите лазу на следующий год, на следующий год. Возможно, возвратные заморозки не придут. Просто вам, ну, в этом году не повезло. То есть, такие вот дела. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok